Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие любители советской елочной игрушки! С вами Светлана! Продолжаем распаковку этой моей огромезной посылки. Смотрите, осталось уже только одна треть. И вот в предыдущем видео мы открыли вот эту вот коробочку. И посмотрите, что в ней. Конечно, я не смогу сейчас во время распаковки подробно показать все эти игрушки. Ну, хотя бы некоторые. Вот смотрите, это вот картонные игрушки, которые вырезались. Посмотрите, а здесь вот рыбы. Кто у нас их геолог, кто может определить? Ну, вот это, наверное, щука, да? Вот вырезали, склеивали. Вот типа картонажа. Ну, вот это просто картон. И рыбы, рыбы, будет время. Вот здесь хорошо и четко видно, что вот из двух половиночек. Это в журналах, скорее всего, они печатались. Давайте вот я вот так вот как-то быстренько вам просто промелькнем. Думаю, сколько рыб. Морской конек. Опять рыба огромный. Смотрите, они в разных размерах. В разных размерах. Рыба-скат. Здесь зайцы. Лиса. Будет время, ребятушки. Все подробно рассмотрим, все прочтем, информацию найдем. Все белый медведь какой. Представляете? Можно всю елку украсить картонными и картонажными игрушками. А это вот, смотрите, носорог. Здесь даже пупырышки. Ну, просто чудо-чудное. Просто чудо-чудное. Я все эти игрушки купила у одного продавца. Даже не представляю, почему кто-то пропустил такой шикарный случай. Ребят, белый медведь, жираф. Просто если бы мы сейчас подробно рассматривали все эти игрушки, это, видите, заняло бы у нас массу времени. Поэтому мы просто заглянули, что у нас в этой маленькой, да, удаленькой коробочке. Сколько роскоши! Боже, а волк? Нет, это лиса. Ох, какая! Ладненько. Будет отдельное видео. И мы все-все-все-все рассмотрим, все посмотрим. Мазкабель оставила с предыдущей посылки. Просто он меня так радует, греет душу. Где-то вот сейчас, может быть, и на другой мазкабель попадем. Так что открываем. Так, осторожненько. Дерни за веревочку, а двери не откроются. Значит, я думала, они выползут. Надо осторожно. Опять же, вот видите, мастерство упаковки. Игрушки должны быть очень-очень плотно сложены в коробке. Тогда им ничего во время пересылки даже с Украины в Варшаву не грозит. Как вы видите, пока что ни одна игрушечка у нас не пострадала. А если уж и пострадает, то только во время съемок. Потому что я так быстро распаковываю. Риск, риск. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А где такой второй? Где же такой второй? Короче, баклажаны эти у меня есть. Фиолетовые. Фиолетовые баклажаны, наверное, есть у многих. Но я захотела иметь именно вот этот вот такой вот зеленый баклажан. Их, кажется, должно быть две штучки. Если мне не изменяет память. Ягода-малина, культ игрушки, каталожная. Прекрасно. Вот такое впечатление, что она вчера вышла с фабрики культ-игрушка. Такое впечатление, что ее никогда никто не вешал на елку. Прелесть прелестная, как я говорю. Чудо чудесное. Прелесть прелестная. Здесь. И там все это. Все мы потом посмотрим. А здесь у нас, у нас, у нас. Что у нас здесь? А-а-а. Помните, я рассказывала. Где же личико? Тут же должны быть глазки где-то. Не вижу. Вы видите? Тут должно быть... Вот тут вот должны быть глазки. Короче, это игрушка из серии «Лесная быль». Я в одном видео рассказывала о этой серии, о авторе сказок. Это шведская писательница. И вот я теперь начала собирать. Где же глазки? В общем, потом вот здесь должны быть глазки. Персонаж из сказки «Лесная быль». У меня их игрушек пока только три. Одно я показывала, одна пришла, а вторая придет... Вернее, третья придет позже. Хочу собрать весь набор, хотя он более поздний. Это не 60-е годы. Но набор очень-очень интересненький. У меня матрешек... Сколько у меня матрешек? Кто меня внимательно смотрит? 6, 7 или 9. А вот такой вот крохотулечки, вот такой малитулечки еще не было. Это самая маленькая матрешечка в моей коллекции матрешек. Красота! Среди берущих первых нет, но и отстающих красота! Что у нас здесь? Что у нас здесь? В салфетках продавца. А это медальон. Медальон двухсторонний. С одной стороны у нас бабочка, а с другой стороны вот такой цветок. Вот такого именно медальона у меня еще не было. Теперь есть. Так, что-то телефон плюмкнул. Нам здесь постоянно приходят сообщения, что вот сегодня вечером, ночью будет буря, гроза. Закрепите все предметы на балконе, в общем. Ну, пока что в Варшаву там бывает заливает, но каких-то катастроф не было. Две. Две игрушки. Дубль. Точка-точка. Красота! Так, ложная малина. Ягода-малина. У нас к себе малина. Ягода-малина. Где-то нужно такой порог. Я вообще-то просила, чтобы вот эти вот дубли отложили для этого мальчика из Прибалтики. Ну, скорее всего, слишком рано я просила, человек чуть-чуть подзабыл. Ну, ничего. Груша. Помните, я показывала вам грушу по второму, третьему или первому видео? Я уже не помню. Но она была вот с таким в амальгаме. И этот листок был ярко выраженный, такой зеленый. А это вот в мате. И вот здесь... А, нет, это не дырочка, а это просто чуть-чуть. Вот масенькая-масенькая капелька отлупилась краска. Так-так-так-так. Так-так-так-так. Так-так-так. Так-так-так. Что у нас дальше? Что у нас дальше? Что у нас дальше? Еще одна груша. И опять же, совершенно другой экземпляр. Это с листиком, это без листика. У меня уже много груш. Буду снимать, наверное, фильм только о грушах. Разновидности советских груш. Так, назову видео. Следующая коробка. Вау, вау, вау. Что у нас? Так. Друзья. 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 Переводим дыхание. Переводим дыхание. Переводим дыхание. Здесь. Здесь. Боже. Здесь. Здесь. Москабель. Мама, это у меня его столько. Москабель. А это... Все. Так. Воды. Воды. Доктор. Воды. У меня сейчас случится... Вы поймете, что случится. Так. Москабель я, скорее всего, уже покажу во втором видео. Ну, а в этом... А в этом... А в этом... Показываю. Интересно. У кого-нибудь из вас есть вот такая вот игрушка? Я, посмотрите. Оказывается, в советское время делали игрушки и из тканей, наполнено ватой. Лицо тряпичное, но сформированное. Друзья, таких игрушек у меня две. Это просто шедевральный шедевр. Редчайшие игрушки. Скажу вам честно, я даже не знала о их существовании, пока не купила новый каталог. Но когда приобрела каталог, я даже не мечтала, даже, и косичка, не мечтала, что у меня когда-нибудь вообще появится такая игрушка. Да еще в таком сохране. Боже, какая прелесть. Сейчас всплакну. Подождите. Еще одна такая должна быть. Это нет, это ватная. Где-то еще, где-то еще такая одна должна быть. Должна быть, должна быть. Вот она, вот, вот, ребята, вот она, вот она, тоже из ткани. Вот такой вот роскошный клоун. Я не верю. Я просто не верю. Я не верю. Мне нужно успокоиться, мне нужно попить, мне нужно попить водички, друзья. Мне нужно попить водички. Давайте так, я прервусь, наверное, приведу себя в свои нервы в порядок, и потом буду снимать дальше, показывать вам мускабель. А пока посмотрите на это чудо. Полюбуйтесь этим чудом. Напишите, вы вообще знали об этих игрушках? Есть ли у вас такие игрушки? Вот праздник. Праздник вообще души. Все, пошла я немножко прю, а потом вам вернусь. Пока-пока. Ах.